Открытие ледового городка на главной площади региона под угрозой. Об этом сообщили на еженедельной планерке в мэрии Сыктывкара. Толщина льда в окрестных водоемах не превысила и 5 сантиметров. Неустойчивые температуры отрицательно сказываются на жизнедеятельности и заречных поселков. Несколько дней люди буквально отрезаны от мира. Сейчас движение теплоходов закрыто, а переправу изготавливать даже не начали. На особенности мягкой зимы по традиции ссылаются и коммунальщики. Пять городских бригад якобы не успевают обрабатывать тротуары, а большинство управляющих компаний не отреагировало на предупреждение МЧС о ледяном дожде. Мэр города поручил пересмотреть график подсыпок, привлекать при необходимости дополнительную технику, а также требовательнее спрашивать с управляющих компаний. Также из новостей столицы стала известна. Новогодняя елка в орбите впервые съедет с привычного для горожан места на Покровский бульвар. За родную для праздника территорию между мэрией и арендатором продолжается спор в Верховном суде. Параллельную борьбу за землю устроили и сами жители. Инициативная группа уже оформила документы о проведении референдума по этому вопросу и направила их в избирком. Действия, видимо, по аналогии с вопросом о переносе столицы. Сам мэр Сыктывкара тоже считает, любая инициатива граждан имеет право на жизнь, комментируя, правда, спор по переносу столицы в Ухту. По поводу совмещения с выборами, если состоится в один день данный референдум, ну, действительно, я думаю, что это некую явку повысит. А по большому счету, так сказать, исходя из каких-то классических пониманий, чем выше явка, тем легитимнее результат. Если, так сказать, референдум в случае его, так сказать, назначения на эту дату привлечет людей, то не вижу в этом ничего страшного. Валерий Козлов отметил, что для него исторические столицы Коми – это Сыктывкар, и переезд для начала нужно просчитать, в том числе определить кадровый и инфраструктурный потенциал.